Приветствую друзья! Сегодня на повестке дня очень интересная тема. Топ 10 одиночных игр для тех, кто хочет попробовать что-то новое. В мире видеоигр существует огромное количество вариантов, но для настоящих искателей приключений в одиночку я подготовил подборку самых захватывающих и уникальных игр. Готовы ли вы отправиться в неизведанные миры и исследовать их без кого-либо еще? Тогда давайте начнем наши приключения. Но перед тем, как я начну, напомню вам о такой важности, что все эти игры, да и не только эти, можно найти в магазинах, в которых цены гораздо ниже, чем в стиме, да и не только в стиме. Ссылки в описании. High on Life – это игра в жанре экшен, наполненная юмором и приключениями. Сюжет рассказывает о главном герое, который только что закончил университет и ожидал, что его ждет счастливое и светлое будущее. Но все изменилось в тот момент, когда инопланетные существа напали на Землю с целью захвата. Пришельцы намерены сделать из людей не своих рабов, а так называемую субстанцию. Теперь вы должны встать на пути сопротивления и, наполнив арсенал харизматичным говорящим оружием, сокрушить противника, раз и навсегда искоренив возможность уничтожения планеты. Отныне вы межгалактический охотник за головами, а потому должны постоянно развиваться, наращивать свою силу, развивать навыки тактического планирования и смекалку, чтобы не дать противнику шанса на победу. Вас порадует оригинальный, проработанный до мельчайших деталей сюжет, а также визуальное исполнение, оснащенное разнообразными красками и прикольными рисунками. Gates of Hell – это экшен-игра, которая перенесет вас на темную сторону Второй мировой войны. В этой игре проведена большая работа по ремастерингу, и теперь она готова подарить вам приятное времяпрепровождение. Самой важной особенностью является историческая достоверность всех событий, что делает игру максимально реалистичной. Кроме того, графика игры была тщательно проработана, чтобы вы могли погрузиться в игру благодаря красивой анимации. Также есть доступ к различным режимам игры, каждый из которых может многое предложить. В каждом режиме игроки могут найти что-то подходящее для себя. Игра позволяет хорошо провести время с другими игроками в многопользовательском или кооперативном режиме. Задач будет много, и чем дальше вы продвинетесь, тем сложнее будет их выполнять. В игре также есть редактор, в котором вы можете создавать различные миссии, а затем делиться ими со своими друзьями. Metal Hell Singer – это музыкальный шутер, сочетающий в себе элементы шутера и ритм игры. Вам предстоит принять участие в ожесточенных сражениях с самыми страшными и опасными демонами ада. И все это в сопровождении динамичного музыкального проигрывателя. Сражайтесь на мунических локациях, попутанно справляясь с полчищами монстров. Вы должны четко войти в ритм, в котором разрушительная сила вашего оружия будет многократно увеличена. Не отставайте от музыки и уничтожайте полчищи демонов, время от времени вступая в бой с их предводителем. Зловещие и мощные боссы требуют серьезной подготовки, но вступайте в бой с ними только если вы полностью уверены в своих силах. С каждым новым местом вы все ближе и ближе подбираетесь к логову Алых Судей, правителей ада. Эта финальная битва станет настоящим испытанием вашей силы и способности взаимодействовать с музыкой. Подстраивайтесь под ритм, наносите самые сокрушительные удары и пытайтесь одолеть своего главного противника. Только в случае победы ваш герой получит шанс вернуться в нормальный мир, где ему больше не придется бороться за свою жизнь. Тани Тинус Вондерлендс – это продолжение нашумевшего хита Бордерлендс, предлагающего захватывающие приключения. Вы будете путешествовать по фантастическому миру, придуманному крошкой Тиной, и столкнетесь со зловещими угрозами и опасностями. Здесь магия неразрывно связана с мечами и пушками, и даже самый обычный воин может на равных соперничать с самыми талантливыми волшебниками. Создавайте героя по своему выбору и исследуйте с ним окрестности. Спустившись в темные подземелья, вы столкнетесь с монстрами всех видов. Побеждайте врагов, исследуйте окружающее пространство и найдите путь к источнику всего зла на земле – Повелителю Драконов. Это будет нелегко, но вам придется выложиться по полной. Побеждая врагов, получайте опыт и повышайте уровень своих навыков, чтобы достичь более высокого уровня боевой мощи. Приобретайте новые способности и превратите своего воина в непобедимого героя. Победите главного врага и остановите хаос, который он сеет, прежде чем волна разрушения обрушится на весь мир. Но это игра в жанре рогалика с интересной линией сюжета, хорошо проработанной механикой и неплохим визуальным исполнением. Здесь тебе предстоит взять на себя исполнение роли могущественного мага, который отправляется навстречу приключениям в мрачное подземное царство. Тебе предстоит столкнуться с множеством опасностей, пройти испытания и разгадать страшные тайны этого места. Что касается механики, то все действия будут происходить с видом сбоку, что позволит тебе взять под контроль всю ситуацию. Главное на что нужно сделать упор это исследование окружающей территории, дабы отыскать больше интересных предметов и ценных ресурсов. Не обойдется и без сражений с множеством оппонентов, каждый из которых делает все возможное дабы тебя устранить. Ты должен постоянно изучать различные заклинания и новые механики атаки противника, дабы в любой ситуации одержать победу. Мир игры поддается манипуляции и именно этим ты можешь воспользоваться во время своего непростого путешествия. Графическое исполнение в пиксельной стилистике отлично исполнено, имеет приятную анимацию и придает игре особую атмосферу. Снайпер Элит 5 это возвращение легендарной серии о снайпере, который играет решающую роль в ходе Второй мировой войны. Как и ранее здесь была сохранена система рентгена, позволяющая наблюдать за тем, как пуля пробивает кости и какие внутренние органы задевает. Устранять противников можно с огромного расстояния, главное четко прицелиться. Действие происходит во Франции в 1944 году. Карл Фейбен заключает контракт с французами, чтобы помочь ослабить укрепление немцев, названным Атлантический вал. Но в ходе выполнения миссии он открывает кое-что более интересное. Как оказалось, нацисты продумали план, который может сильно повернуть военное преимущество в их сторону. Проект Кракен сможет уничтожить все силы сопротивления и позволит фашистам снова стать лидирующими. Но протагонист не собирается допускать этого и начинает свою операцию по устранению вражеских сил. Новая часть во многом принесет разнообразие для фанатов многопольцевской игры. Уникальные локации среди зеленых лесов станут отличным укрытием для стрелков и в то же время заставят более тщательно продумывать свое положение, чтобы избежать обнаружения. И как упростоит продумывать хитрые планы и обдумывать каждый свой шаг. Ведь на обсуждение операций фашистов было множество высокопоставленных чинов и от этого охрана усилена в разы. Agents the Storm это симулятор стратегии с элементами жанра рогали, где нам предстоит построить и расширить собственный город. Забытие отправляет нас в необычный мир, где постоянно идет дождь. Особенность, которую необходимо учитывать при строительстве городов. Давным-давно на нашей планете существовала забытая цивилизация, которая оставила после себя много интересных и необычных вещей. Исследуйте окружающие локации, изучайте руины и добывайте необходимые ресурсы, которые пригодятся для успешного завершения вашей миссии. По мере прохождения игры старайтесь постоянно развивать свои навыки и не забывать думать наперед, чтобы избежать ошибок. Создавайте здания, расширяйте пространство и адаптируйтесь к окружающей среде, чтобы создать жилое пространство, которое будет процветающим, универсальным, безопасным и прежде всего комфортным. Ace Combat 7 Skies & No. Аркада в жанре авиасимулятора. Перед нами раскрывается непростой сюжет, в котором Осейская Федерация строит корабль мира, похожий на лифт. Он называется «Маяк». На почве строительства этого корабля лифта люди начали войну сразу после падения астероида Уиллис. В то время как континентальная война еще не закончилась, а правительство Усея не дает покоя Осее, мы будем выполнять секретные задания. Две самых сильных страны на континентах боятся отдавать власть врагам, поэтому летчик будет выполнять бомбежки, искать повстанцев, летать ради патрулирования, обучаться вождению новых самолетов, а также искать возможность не сдохнуть раньше времени. Но вскоре начинается война. Протагонист Триггер работает на авиабазе Форт Грейс. На эту базу совершается налет и русейские летчики и бомбардировщики, и нам предстоит отбивать их атаку. С этого и начинается ключевая развязка сюжета. Долгий пролет через облака сказывается на самом самолете, уменьшая его устойчивость к холоду. Также было добавлено множество физических явлений, которые сказываются на полетах и броне самолета. Игрок может совершать трюки, но только после выполнения заданий или в свободном полете. Вновь появилось технологическое древо, в котором мы будем прокачивать отдельные фрагменты самолета, получать новые детали и давать Триггеру уникальные возможности. А вот некоторые из деталей и составных частей доступны только во многопользовательском режиме. Nioh 2 – это вторая часть довольно популярной экшен-рпг. На этот раз мы возьмем на себя роль храбрых и бесстрашных японских самураев и отправимся делать все возможное для уничтожения зла. В игре представлен довольно большой и разнообразный мир, который нам необходимо исследовать как можно тщательнее, чтобы добыть ценные ресурсы и найти ответы на интересующие нас вопросы. Стоит отметить, что важно быть максимально осторожным, ведь на пути встречается множество опасностей, с которыми не так-то просто справиться. Вы должны постоянно развивать свои навыки и боевые качества, чтобы быть в состоянии противостоять любому, даже самому сильному противнику. Таинственные силы проникли в мир с целью уничтожения его, и только у главного героя есть последняя надежда на искупление. Динамические эффекты игры находятся на самом высоком уровне, а графика приближена к реальности, что позволит каждому вовлечься в эту захватывающую атмосферу. Бросьте себе вызов, увеличьте свою силу и добейтесь успеха, несмотря ни на что. Hogwarts Legacy – ролевая игра по мотивам знаменитых книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттный. События игры разворачиваются задолго до рождения главного героя книг и фильмов. История берет свое начало в 19 веке, а именно в 1800 году. Действия игры разворачиваются в той же вселенной и в той же школе, поэтому поклонники оригинальной саги найдут множество отсылок и встретят некоторых знакомых персонажей. Днем герой может посещать уроки, исследовать огромную школу магов, общаться с персонажами, разгадывать секреты поместья и сражаться с фантастическими существами. Местный Open World – это огромное учебное заведение, которое хранит в себе множество тайн, скрытых проходов, закрытых помещений и так далее. В Hogwarts Legacy можно выходить из здания и исследовать локации поблизости. Поступив на обучение в магическую школу, выясняется, что протагонист способен обуздать древнюю магию. В процессе прохождения вам предстоит решить, раскроете ли вы свою тайну или же сохраните свои способности в секрете, обучаясь темным чарам. Однако, следует помнить о том, что в зависимости от ваших решений меняется сюжет, влияющий на судьбу многих персонажей. Это был мой топ 10 одиночных игр, которые точно помогут вам испытать что-то новое и захватывающее. Независимо от того, какой жанр вы предпочитаете, экшен, приключения, ролевые игры или головоломки, эта подборка предлагает самые яркие и уникальные тайтлы этого жанра. Я надеюсь, что вы нашли что-то по своему вкусу и уже готовы к новым увлекательным приключениям. Делитесь своими впечатлениями в комментариях и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры и топы будущих игр. Возвращайтесь на канал, когда захочется еще чего-то нового. Удачных вам приключений, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok